Штаб по комплексному развитию региона Алексей Русских решил начать с приятных новостей. Правительство страны выделит 6 миллиардов рублей на комплексное развитие сельских территорий. В Ульяновскую область на эти цели направят 170 миллионов и еще 2 миллиарда рублей на реализацию программы сельской ипотеки. После завтра у нас с рабочим визитом министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Патушев в программе посещения сельхозпредприятий и социальных объектов в Новоспадском районе. Визит, к слову, совпадает с началом уборочной кампании. По прогнозам исполняющего обязанности министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаила Семенкина, урожай в этом году будет значительно ниже, чем в прошлом. Всему виной засуха. В этом году планируется ввести в оборот 1700 гектаров земель. Всего в регионе свыше 18 тысяч гектаров федеральных земель, которые не обрабатываются. Сельским территориям также необходим общественный транспорт и машины скорой помощи. Алексей Русских отметил, федеральный центр на покупку авто выделяет регионам 16 миллиардов рублей. Нам действительно необходим социально значимый транспорт, особенно в сельской местности и в малых городах. В целом, коллеги, используйте любые возможности войти в программы и проекты с федеральным бюджетным финансированием. Алексей Русских отметил снижение оперативности и качества ответов на вопросы гражданам в социальных сетях. Хуже всех обратную связь дают в региональном Минстрое администрации Чердаклинского района. В целом, за последнюю неделю в регионе обработали 5,5 тысяч обращений граждан. Много вопросов было про ливневые канализации в Ульяновске, особенно во дворах. Сегодня в критичном состоянии находятся 6 мест подтопления на придомовой территории. В течение июля мы планируем выполнить работы на трех местах и в течение августа еще на трех местах подтопления. В течение июля мы планируем объявить торги на 10 миллионов рублей на проведение работы по восстановлению работоспособности ливневой канализации. Также по количеству обращений от граждан лидируют вопросы про вакцинацию. Люди жалуются на снижение количества пунктов вакцинации и отсутствие самого препарата. На сегодняшний день остаток вакцины 1400 доз. В основном эта вакцина в районах области находится в городе. На сегодняшний день в наличии пока вакцины отсутствуют. Поступил утром 780 доз Ковивака и в течение дня мы ожидаем 8100 доз спутник Ви. Тем временем заболеваемость коронавирусом в регионе растет. За месяц увеличилось в два раза. За последние сутки зафиксировано 215 новых случаев. В связи с этим в регионе предлагают ужесточить антиковидные меры. Ограничить работу ресторанов, кафе, столов и так далее с 23 часов до 6 утра. И ограничить работу фитнес-центров, объектов физкультуры, спорта, бассейнов, включая сауны, спаи и так далее с заполнением не более 50%. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий свыше 50 человек. Глава региона в свою очередь просил ужесточить меры борьбы с продажей поддельных привычных сертификатов. С 1 июля правоохранительные органы пресекли действия свыше 22 интернет-сайтов, торгующих липовыми документами. Поговорили на штабе о ситуации на дорогах. Так, количество ДТП в регионе за полгода снизилось на 1,2%. Однако на 4% выросло количество аварий с детьми. Основная причина – халатность взрослых. Наибольшее количество ДТП зарегистрировано в результате столкновения. Это 251 ДТП, где погибло 20 человек. Из-за выезда на полосу встречного движения 24 ДТП погибло 11 человек. Из-за несоблюдения очередности проезда 99 ДТП погибло 1 человек и 153 человека ранены. В конце штаба глава региона анонсировал кадровые перестановки в правительстве. Сергей Кучец займет пост заместителя председателя правительства. Бывший замминистра здравоохранения будет курировать весь социальный блок. Кроме агентства развития человеческого потенциала. Эта структура остается под патронажем Марины Алексеевой.